Всем привет, Плететуп. Солнечная Наталья. Она... Кушать. Проводи, Сашуль. Привет. Мы всей семьей... Ну почти всей, славянной потравил. Идем сейчас... Кушать. Кушать, опять кушать. Мэтта, увольнений. Ох, как это? А, 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 а. О, грாца. Энни, ты хочу треяга. Сэкси леди. Грацчи. Буна ай, буна ла сорэлла. Самуэл. Ну, ну, гракца. Это мальчик, который учится в школе с ней, наверное, дядька его растут. В общем, как мы прошли? Как мы прошли? Да, мама, подержись. Она всегда деньги потратит. У нас есть хорошая семья, маленькая, 14-летняя, 13-летняя, 12-летняя, интеллигентная. Спасибо большое. Почему ты... Она дала деньги вчера. София сейчас так напишет тебе за твои губы. Я всегда решила, что я не могу сделать хорошо. Да, у меня тоже сегодня, знаешь, не получилось. А, ты нам браслеты кидал. Я не хочу, я не люблю браслеты. Я ему, кстати, не дала, наверное, там евро, наверное, почему столько браслетов было. Хорошо, смотрите. Я тоже сегодня красилась полностью косметикой, которую я вчера купила в Кику, да? Ну, то есть, полностью макияж делала. Не знаю, если видно. Я покраснела от злости. Вот. И... Сейчас сумку закрою. Сумку держи свою. И дело в том, что... Блин, мысль потеряла. Туристов Мага. Туристов Мага. Подожди, что я говорила? А, я красила сегодня... Смотри, вперед или назад, здесь не пройти все вместе. Красила косметикой Кику, которую купила. И... Просто сделала себе подводку на губы розовым карандашиком. И потом, когда... Да я разговариваю. И потом, когда я сделала розовый карандаш, я вот наложила блеск. И он у меня как-то с розовым карандашом смешался. Даже сама кисточка выпачкалась. Блин, жалко так. У меня то... Я тоже не хотела такой цвет губ. Тетка сказала, что если губы москарчили, будет молодой. Ну, сказала женщина, которая стояла там... Которая продавала... Я ей говорю, дайте такую тушу. Была пышная, длинная. Она Софии одну дала. Мне дала другую. София говорит, а что у мамы другая? У меня такая... Ну, типа, разная. Она говорит, они две хорошие, две пушистые. А потом София свою попробовала. Говорит, мам, у тебя, говорит, не это... Она говорит, мам, у тебя ресницы намного длиннее, намного пышнее, чем с моей тушью. Я говорю, ну, завтра твою попробую. Мы специально две взяли, но чтобы не пользоваться одной. Она редко подкрашивается, у нее там не видно. Я читала ваши комментарии, что вы там написали, боже, как ребенка. Наоскорбляли вообще просто. Как вас земля носит? Или вы на YouTube как на вторую работу ходите, и вы от этого удовольствия получаете. Вы без понятия. У меня, кстати, сестра младшая, она всю жизнь была пухленькая. Потом родила мою прямяшку, а она замуж выходила, была такая пухленькая. Сейчас, вот она меня младше на 8 лет, сейчас похудела, сбросила килограммы много. Я не знаю, там здесь, по-моему, не больше. Струненькая, худенькая стала. Спасибо, мама. Что вы там настрочили, как вам не стыдно, я вообще не знаю. О, приключаемся, смотрите, мы уже пришли в ресторанчик, когда они были маленькие, я им делала гулечки и волосы вставляла. Давай сделаем тебе. А что мы делали с куклами, как мы играли? Куклами? Куклами? Ли оттягивали так. А, да, я делала, у них дом был из барби, и я, типа, на балконе, да, привязала вот эти, делала для вешалки, когда белье, типа, вывешала. Да, да, да. Мы уже заказали. Пришли. Вчера София ездила... Вчера София ездила... Ой, София, смотри, чтоб не украли там. Вчера София ездила к своего друга к маме на день рождения. Приехала, правда, в 4 часа, но не поздно приехала, рано. Ты, наверное, где-то в Аликватор, да, ты приехала? Саша ездила с Карлосом, она была у Карла. Был Лина и Джоэла, они у него дома были, я была дома. Потом Карлос привез Сашу, я не захотела ехать. Ну, просто, ну, естественно, он обиделся, что... Типа, я не поехала. Ну, мне надо просто... То есть, он меня назвал заранее. Но потом, вот, за 2 дня запаски он ничего не говорил. То есть, он звонил и рассказывал, то у него там проблемы, то у него эти проблемы. Причем, мои проблемы никто не спрашивал меня. Да, мы в сайте, где-то еще висаем при сочи. Вот, ты... Сейчас завяжу. Хорошо, просто раз завяжу. Сейчас напишут у нас волосами около тарелки, где этикет в ресторане, что это такое, позорите народ. Ну, вот, кстати, меня спрашивали, когда я рассказывала за... Демареву, блин, за трагедию выражала свои соболезнования, мне написали, какое вообще вы отношение имеете к России и выражаете свои соболезнования. Чтобы сочувствовать, соболезновать, расстраиваться, сопереживать. Ну, вы думаете, что нужно иметь какую-то определенную национальность или нужно находиться именно в этом городе? Что за тупой комментарий какой-то? Фамилия... Вы даже не знаете, как фамилия... Я не знаю, как фамилию назвать, я знаю, что я не знаю. Я не запоминала, у меня памяти не хватает. Нет, но не одна. Все две... Да? Давай, выключим стерва. Вот, смотрите, нам принесли уже рис, который мы заказывали Саше. Сейчас принесут. Может, вот это вот? Ну, а что ли свои соболезнования? Тогда, может, вот это. Балочки не ешь? Наши точно такие же макароны, ну не макароны, называется ризу, как называется, Саш, ризу и... Нет, вот это вот, а, шпагетти де ризу, с гамберами, вот такими вот, это нам на второе. Риз, Сафи, тебе еще ничего не принесли, да? Нет, потому что ты не принесли. Сашке нравится вот таким вот, сюда ставь, ага, типа с перчиком немножечко остреньким. Ну, я тоже полюбляю острое. Возьми меня. Нет, пандераме, пандераме, каун, конечно, так. И еще вот принесли Софии рис, это, как его назвать? Кантонези, там типа ветчина, яйцо и горошек. Классно. Приключаемся, мы уже поели всю помаду, съели. Жалко, что у нас этот самый, теперь грязная получится этот, кисточка от блесков. Кролик. Ой, не обзывали там Софию. Получили удовольствие, да? У нас, кстати, погода, смотрите, у нас такие тучи, сейчас надо белье снимать. Я сегодня белое вывесила и темное. Сашенька, отойди, покажу, где мы, ушел, как тут воняет. Отойди, Саш. А, да, на тебя лучше смотри. А, куда же мы идем? Мы сейчас идем, специально сейчас идем такими оградками, потому что нам нужно купить-ка там еду. Уже все закрываются, магазины. Но я хотела сходить на Пизанскую башню сфоткаться с девчонками. Да, дочь. Напишите, напишите на комменты, если Саша похожа на мужика. А, если Саша на мужика похожа. Я шучу, мама, ты знаешь. Да я знаю, что шутишь. Да нет, она шутит. Саша говорит, что это означает? София говорит, что ты принципиеса. Смотрите, значит, какой план? Мы сейчас покупаем тогда еду и идем сразу домой. Тогда мы не идем на... Почему? Пойдем делать? Хочешь, тогда пойдем. Я не хочу, почему? Я не хочу больше. Камминаре. 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 Хоп. Камминаре. Камминаре. Оп. Слушай, это когда они были маленькие. Дай я расскажу. И там была очень узкая дорожка, везти их в школу. То есть я не... Я не... София говорит, как солдаты. И я не помещалась, но уходить, чтобы они у меня слева и справа были. Я подсылала сначала София с рюкзаком, в бочочках такая, с хвостиком. Саша такая маленькая, со стрижечкой, такая лапочка была. И мы такие... И я сзади. Маммурочка. И я, чтобы темп не сбавлялся... Подожди, Соня, расскажу. Чтобы темп не сбавлялся. Говорила, камминаре. Ну типа, идем. Идем. И правой ногой получалось. Оп. Оп. Типа, правой. Правой. Но специально, чтобы темп не... Темп. Когда я была маленькая, сделала сюрприз. Подожди, давай в одну ногу пойдем. В бамбула. Мама, в бамбула. Да, я им купила куклы, короче. Пришла домой, говорю, сейчас... На Новый год купила куклы, положила под холодильник, спрятала. И говорю... Я говорю, Саша, выйди, я тут кое-что сделаю. Дайте расскажу. Положила эти куклы, пошла в магазин за мандаринами. И они зашли кухню, вытащили куклу. Саша, я... Что заливаю? Поиграли куклами. Быстренько. Быстренько запечатали их, положили под низ и делают вид, что они их не нашли. Прикиньте. А потом кто-то из вас вечером, Саша, наверное, пришла и сказала... Мама, а мы будем еще в куклы играть? Я говорю, в какие куклы? Те, которые там под холодильником лежат. Я говорю, а как ты узнала? Я видела, мы с Софией немножко поиграли, потом на место положили. Думаю, блин, подарок, блин. Да, да, потом что-то другое покупала. Не помню, не помню, что так и покупали. Ой, как все затянуло. Девчонки, блин, белье снимать. Нет, сейчас сделали новый тут ресторан. Да, хороший сделали. Не-не-не, это брат Франко его сейчас купил. Не, Франко Брависто. Так, все здесь еще. Это знаете, я сегодня, когда выходила, у меня был такой, знаете, дома просидели, я их еще перед тем, как пошли в город, покормила. Хорошо так, знаете. Перед походом в ресторан. Вот, а потом... Знаете, как маленькие дети плачут, вы им уже и соску дали, памперс поменяли, а дети ноют и ноют, ноют. Вообще, меня малые сегодня довели мои. Знаете, это как доза кислорода. Нет, я сейчас покупаю еду, и мы потом, если хочешь, на Пизанскую башню. Смотри, там все затянуло. София. Да, идем, мы только... Я же тебе только купила в тетраде. Ну, бери сразу, чтобы потом не бегать. Да я тебе верю, бери. Бери, бери, чтобы я не бегала. Так, все, мы уже все купили, что надо было в магазине. Там еда, песок. Давай ручку дышь. Я говорю, ладно, давайте тогда идем домой уже. Ты сумка сейчас тереться, а мне нет. Давайте тогда уже фотку сделаем. Я говорю, ну давайте. Потом никогда не сделаем. Да, не говори, потом никогда не пойдем, не сделаем. Просто что, с пакетом? Мне не хотелось с пакетом идти, ну. Ничего. Вот рядышком все. Давай только не спешите, а то мне будет тяжело этот пакет нести еще. Я есть еще. Наелись килограмм риса в животе. Китайского. Я поняла, что ты пошутила. Вроде идешь по городу, ветер неприятный. Ну как, не сильный такой, но неприятный. Нет, там какой-то аж еще один есть. Этот я не знаю, магазин какой, ресторан. Ветер есть, но я думаю, значит, черное белье у нас продуло, София. Нам сегодня еще мусор надо вынести. Сонечка и поля на крови. Включая ресторан университария. Да. Вот они рестораны. Ну да, написано ресторан, да? А? А здесь быстрее, наверное, нет? Здесь улица узкая. И там эти джентльные вантики, рентган. Ох, какие тучи, девочки. Люблю грозу в начале мая. Слушайте, я, кстати, так полюбила дождь. Ну, я давно уже, наверное, как полтора года полюбила. Особенно, когда ты дома, этот гром, молния, пам, трах, тупух, топах, пупук. Блин, классно. Здесь вообще я всегда говорила, никогда не ешьте, не перекусывайте вот в таких вот маленьких ресторанчиках, потому что дают все, что не съели вчера. А вот напротив, вот этот вот беленький, там сумки продают кожаные, классные. Вот туда можете спокойно заходить. Сумки действительно качественные, красивые, разной формы. Очень интересные. Тут можно там себя порадовать. София, не цепляйся, у меня кулек висит. Вот такие там сумки продаются, видите, вот они. Кожаные, рюкзачки. Да, хорошенькие, мне тоже нравится. Мам, они хорошие. Мне нравятся. Видишь, все уже закрывают. Кто сейчас успеет? А где Саша? Слез. Боже, Саша, я тебя не узнала. Ну, говорите, пожалуйста, если себя закрыто, думай с мамой. Не надо, это моя куртка, она на ней, кстати, хорошо сидит. Чуть-чуть в плечах, ну, чуть-чуть, прям там, 2 сантиметра. Да, у меня большая широкая спина. Очень красивая женщина со спиной, без грудей, без зада. Ну, зато ноги красивые. Наш Макда. Мама, здесь мне не нравится кушать. Я вообще просто Макдональдсом по себе не люблю. Ну, я могу поесть там, если есть там с грудинкой, не панчетта, как она на русском. Почему это? Нет, она на русском как-то... Не помню, подожди. Ты мне перед... С почерёгкой, типа, короче. Такой красивый костюм на девочке, зелёный. Всё, пришли. Увидимся завтра. Увидимся, увидимся. София, волосы. Смотри, детям, детям, детям. Ой! Это с меня дядька поржал, что? Будем спать здесь. Сейчас фотку сделаем и домой. Котят покормим, мурку нашу пока покормим. Смотри, мама. Да, видишь, как молодцы, побросали все в одно место. Нет, чуть-чуть. Девчонки мне мои подсказали там попрыгать с этих вот... Ну, где вот эти вот штучки стоят, да, из бетона? Так классно. Растрясли весь жирок, напрыгались. Смотрите, какое... О, не, на видеокамере не передаёт. Небо чёрное. На видеокамере кажется, между прочим, голубое. Саша, София, огромное вам спасибо. Что? За фотки. Что, пофоткались от души и всё, сейчас домой. Тёплая пижамка. Ставка мне чуть-чуть стакана. Да? Си-си. Между прочим, сегодня Капитанская башня. Чё-то горит. Её редко включают. Я даже не знаю, каким дням включают. Или по праздникам, или чё. Но в основном она по праздникам горит. А людей ещё, наверное, водят. Я там, смотрю, люди идут ещё. А, да, кстати, я же обещала с вами подняться. Да, скоро пойдём с вами на Пизанскую башню. Не, я девчонкам на ютубе пообещала. Но я же ходила. Я ходила. Нет. Да, там между третьим и четвёртым этажом тяжело подняться. По-моему, или второй, третий, или третьей, четвёртой. Сколько там? 300 ступеней, по-моему. 300 ступеней. Да, не думаю. Сколько там? Сколько там? 300 ступеней. Я задаваю, кто пакет башню там, где-то. Ага. Это просто, не знаю. Блин, с песком так тяжело. Мама моя. Мама моя. Мама моя. Тихо, не мой, мой. Мой это мальчик. Мама моя, надо говорить. Не тяни, не тяни.